Привет! Что читаете? Сегодня дежурное по чтению я, Людмила Черинова. Радислав Гондопас – самый известный в России специалист по лидерству, автор 9 книг и 14 фильмов по лидерству и ораторскому искусству, выпускник двух университетов с гуманитарным и экономическим дипломами. Он основал 16 компаний, 9 из которых существуют до сих пор. Все они работают для того, чтобы помочь людям преодолеть ограничения и достичь успеха и независимости. Радислав – самый титулованный бизнес-тренер России. Проводит не менее 100 тренингов и семинаров в год по всей Российской Федерации, странам СНГ, Средней Азии и Балтии. Радислав – постоянный эксперт в передачах федеральных каналов и на страницах ведущих деловых изданий. В сегодняшнем выпуске мы расскажем вам о новинке книжного фонда Дворца книги, новой книги Радислава, вышедшей в 2019 году «Чек-ап твоей жизни». Эта книга – это рабочая тетрадь, в которой вы найдете вопросы для самопроверки, упражнения для выявления целей и мотивации, инструменты для составления плана идеальной жизни, в которой найдется место для всего важного. Просто начните искать баланс, и уже через неделю вы не узнаете себя. Многие путают понятия успешной и счастливой жизни, полагая, что эти понятия – синонимы. Однако, если присмотреться повнимательнее вокруг, то мы наверняка обнаружим рядом с собой довольно успешных в своем деле людей. Однако не факт, что эти люди покажутся нам очень счастливыми или хотя бы удовлетворенными своим положением. В большинстве случаев это усталые и задерганные граждане, которые давно не живут так, как им нравится или хотелось бы. Они живут под диктовку своего бизнеса. Это они служат бизнесу, а не он им. А у счастливых все наоборот. Полноценная, она же счастливая жизнь, представляет собой нечто иное. Она включает в себя удовлетворение всех основных потребностей человека. Это любовь, дружба, благосостояние, работа, здоровье и хобби. Считается, что удовлетворенность всеми шестью составляющими является показателем полноценности жизни. И основной смысл стратегии полноценной жизни заключается в том, чтобы восстановить утраченный баланс, а затем поддерживать его и наращивать степень удовлетворенности. Разумеется, баланс составляющих восстановить гораздо проще, чем поддерживать его постоянно. Но именно это и является полноценной жизнью – умение держать руку на пульсе и подтягивать те сферы, которые отстают, находить свою точку равновесия, свое счастье. Именно про это тренинг «Полная же жизнь как проект». Учиться жить полной жизнью надо здесь и сейчас. Сейчас, когда мечты не теряют свою актуальность, и мы еще можем сами выстроить свою стратегию счастья. Ведь именно счастье – основная категория баланса полноценной жизни. Тренинг «Полная же жизнь как проект» научит вас управлять своей жизнью, делать ее лучше, интереснее, приятнее и полноценнее. Стоит ли читать ее, если дела ваши лучше некуда? Давайте вспомним, что было написано на обратной стороне кольца царя Соломона. Все проходит, пройдет и это. Тренинг «Полная же жизнь как проект» научит вас управлять своей жизнью, делать ее лучше, интереснее, приятнее и полноценнее. Стоит ли читать ее, если дела ваши лучше некуда? Давайте вспомним, что было написано на обратной стороне кольца царя Соломона. Все проходит, пройдет и это. Как бы ни были хороши ваши дела, в любой момент это может измениться. Все проходит, плохое и, к сожалению, хорошее. И порой проходит внезапно. Этот тренинг нужен, чтобы вы были вооружены на те случаи жизни, когда что-то пойдет не так. Кроме того, вы получите нечто более ценное, возможность избежать таких внезапных перемен. Сможете сделать свою жизнь более устойчивой к потрясениям и неприятным сюрпризам, сделать жизнь более жизнеспособной. А еще сможете научиться приближать лучший момент и снижать до минимума вероятность того, что плохое положение дел повторится. С этих пор вы будете жить с пониманием того, что все всегда меняется. Даже если мы ничего не делаем с нашей ситуацией. Вы читаете строки, а в это время ваша жена или ваш муж, допустим, смотрит фильм или читает книгу, или с кем-то общается. И, возможно, он или она уже принимает какое-то важное решение, которое в самое ближайшее время изменит вашу жизнь. Вы читаете эти строки и не занимаетесь прямо сейчас вашим здоровьем. Вы не улучшаете его и не ухудшаете. Но ваше здоровье меняется. Погибают клетки, выделяются гормоны, размножаются бактерии, незаметно развивается какое-то заболевание, а в другой части организма также незаметно что-то восстанавливается. И сейчас незаметно и неизбежно меняются ваши отношения с вашими детьми и друзьями, меняется ваша карьера. К руководителю приходит новая информация, в компании появляются новые люди, возникают какие-то новые задачи, с которыми вы, возможно, не готовы справиться. И ваша карьера меняется прямо сейчас. Вы становитесь богаче или беднее. Ценность денег, которыми вы располагаете, меняется ежечасно. Растет или падает цена на вашу недвижимость, а ваша машина, несомненно, дешевеет. Мы меняемся. Наши жизни меняются самопроизвольно и постоянно. Но развитие, улучшение крайне редко происходит самопроизвольно. Не может само собой улучшиться здоровье. Не могут сами собой улучшиться отношения. Не может сама собой улучшиться карьера. Наш тренинг «Полное Ж» создан для того, чтобы у вас была возможность осознанно и целенаправленно производить изменения в своей жизни, чтобы вы могли сделать ее такой, какой вы хотите ее видеть. Хозяин своей жизни стремится сделать так, чтобы его влияние на жизнь было максимальным. Точно так же, как хозяин своего дома. Его могут затопить соседи, но это не значит, что он должен отказаться следить за ним, прибирать в нем, создавать уют, расставлять мебель. Лишь на том основании, что может произойти что-то непредвиденное. В конце концов, в дом может даже самолет врезаться. Но это не сбавляет нас от необходимости управлять домом, ухаживать за ним ежедневно. Да, произойти может любая случайность, но лучше, чтобы мы максимально влияли на то, что происходит в нашей жизни, не правда ли? Очень трудно оценивать жизнь в целом. В чем-то она идет отлично, в чем-то хуже некуда. Как правило, так и бывает. Но общая оценка жизни дается по худшему показателю, как в командной велогонке результат команды определяется по последнему гонщику. Что для вас предпочтительнее – жизнь успешная или жизнь счастливая? Или в силу человеческой жадности хочется и то, и другое? Желать себе счастья и успеха совершенно не зазорно. Главное – четко сформулировать свою жизненную стратегию и найти баланс между всеми сферами деятельности. Система «Полная Ж», разработанная Гандапасом и основанная на колесе жизненного баланса, дает возможность изменить реальность, повлиять на все сферы вашей жизни – любовь и дружбу, работу и хобби, благосостояние и здоровье. Этот воркбук составлен на основе одноименного тренинга Радислава и многолетнего опыта работы с большим числом людей, стремящихся измениться самому и изменить свою реальность. Вот что говорят люди, которые уже прочитали эту книгу. Книга помогает посмотреть на свою жизнь, свои действия со стороны и понять, какие действия предпринять для изменения в лучшую сторону. Отличная книга-тренинг. Мало воды, много инсайтов и практических кейсов. Для тех, кто интересуется саморазвитием, идеально подойдет. Понравилась краткость, лаконичность, отсутствие воды, автор представляет и свои примеры и достижения, дает рекомендации, как платно и бесплатно подтянуть все сферы жизни. Если болит один зуб, нас вряд ли успокоит, что здоровы все остальные. Если левая туфля жмет, нам не легче от того, что правая в пору. Мы склонны обобщать, и если остро недовольны одним аспектом жизни, оцениваем негативно жизнь в целом. И, наконец, убийственный аргумент в пользу этого тренинга, он может сохранить вам жизнь. В самом буквальном смысле – оставить вас живым в ситуации, оказавшись в которой многие до вас жить перестали. Перестали по своей воле или в силу, на первый взгляд, случайно сложившихся обстоятельств. Если вы уже дочитали до этого места, продолжайте. Каждая следующая прочитанная страница будет вкладом в ваш главный проект – проект «Полноценная жизнь». Однажды передо мной встала задача изучить английский язык для работы. Времени для этого у меня было немного, и я понимал, что в мои годы для того, чтобы получить навык, лучше заплатить больше, но пользоваться услугами более квалифицированного специалиста, чем долго заниматься без уверенности в результате. И вот такого специалиста, его звали Арсений, мне посоветовали друзья. В том моменте у Арсения не было свободного времени для меня. Мне пришлось ждать месяца полтора, и, наконец, он согласился со мной встретиться для предварительного пробного занятия. И вот мы сидим за столом друг напротив друга, и между нами происходит следующий диалог. Для каких целей вам нужен английский? Я хотел бы общаться на английском языке и использовать его для работы. Как вы оцениваете уровень, на котором хотели бы языком владеть? Я хотел бы владеть английским в совершенстве. А как вы оцениваете уровень, на котором находитесь сейчас? Оцениваю уровень как нулевой. А прежде вы изучали английский? Да, изучал. И как долго? Больше 30 лет. И сколько же времени вы даете мне для того, чтобы вывести вас на уровень владения языком в совершенстве? Я реалист, и поэтому мне не нужны быстрые результаты. Я готов выделить на это полгода. Арсений усмехнулся. Да, 30 лет и ноль, а потом полгода и в совершенстве. Действительно реалист. Он мне объяснил, что, во-первых, никакого понятия владения английским в совершенстве не существует, что английский в совершенстве – это выдумка не слишком профессиональных преподавателей английского, поскольку даже носители языка не могут успеть за постоянно меняющимся языком, поэтому стремиться к этому не стоит. Во-вторых, английский не может быть на нулевом уровне. Он спросил на английском, как меня зовут, чем я занимаюсь, задал еще кое-какие вопросы, и я без труда на них ответил. И он привел меня к мысли, что мой стартовый уровень все равно не ноль, что я слишком занижаю тот уровень английского, которым владею. После чего мы с ним стали заниматься, и довольно успешно. Но в моем рассказе это уже не так важно. А важно следующее. Довольно часто у людей есть идея, какой должна быть жизнь, что она должна быть идеальной, как английский в совершенстве, как в мечтах дошкольниц – дворец, принц, платье, пажи и баллы. Но в реальности нет никакой идеальной жизни. Жизнь – это динамика, постоянные изменения, и в ней все время что-то смещается. Меняются наши критерии, и испытывать недовольство жизни на том основании, что она не идеальна – это так же смешно, как верить в то, что существуют английские в совершенстве, и расстраиваться, что владеешь им не на этом уровне. Или на том основании, что нет ни дворцов, ни пажей. Такая идея существует как о жизни в целом, так и в отношении ее составляющих. Жена должна быть умницей и красавицей, всегда в хорошем настроении, всегда при деле, но всегда свежая и отдохнувшая, и муж должен быть такой, чтоб не пил, не курил, и цветы всегда дарил, был к футболу равнодушен, и в компании не скучен, и к тому же, чтоб и красив, и был, и умен, как пелось в одной популярной песне. И здоровье всегда должно быть безупречно, и денег должно быть всегда вдоволь, и работа должна быть ежеминутно в радость, и времени свободного должен быть вагон. И если что-то из этого хоть на йоту не так, это вполне достаточный повод для переживаний и сетываний на судьбу злодейку. Ситуация же в реальности обычно не так плоха, как кажется. Мой английский, который ноль, на самом деле вовсе не ноль, так и любая промежуточная ситуация у любого человека в жизни не безнадежна, из любой ситуации существует выход. Но для того, чтобы этот выход или эти выходы найти, нужно избавиться от радиокального дуализма. Но для того, чтобы этот выход или эти выходы найти, нужно избавиться от радикального дуализма. Вот, дескать, у меня жизнь отстой, а где-то там существует некая идеальная жизнь, к которой я хотел бы прийти. Или вот есть же люди, у них жизнь как жизнь, мужья как мужья, а у меня ситуация безвыходная. Она не безвыходная. И это основополагающий принцип. У любого из нас ситуация не безнадежна, и не нужно стремиться к некоему идеалу, которого к тому же и не существует. Не стоит ожидать и каких-то моментальных и радикальных изменений. Нельзя годами пренебрегать женой, обижать ее, изменять, а потом вдруг раз и наладить с ней прекрасные отношения одним поступком или одним подарком. Нельзя в профессиональной жизни годами игнорировать все новое, отказываться от обучения новым методам работы, не проявлять инициативы и вдруг за полгода сделать блестящую карьеру. Про здоровье даже говорить не буду. Многие из вас прекрасно знают, что наивно пытаются восстановить его за считанные недели или к дню рождения или к пляжному сезону. Это говорится вовсе не для того, чтобы демотивировать вас. Просто нам необходимо реалистично смотреть на вещи и понимать, какие реальные результаты и за какое время мы можем получить. Читая эту книгу, вы можете провести диагностику по всем сферам вашей жизни, проанализировать свои цели и устремления, сделать финальный чек-ап вашего морального состояния. Книга чек-ап вашей жизни даст вам инструменты и стратегию, которую можно воплотить в собственной жизни. А затем вы начнете писать ваш новый жизненный бизнес-план. Но как именно это сделать, а главное, как воплотить его в реальной жизни, вы узнаете, прочитав книгу, найти которую вы сможете в центре чтения Дворца книги. А вы читали книги Радислава Гондарпаса? Делитесь в комментариях.